Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это уже 405 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженной бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Самара подсчитывает золотые, серебряные и бронзовые медали, денежные призы и автомобили. В МТЛ-арене прошел чемпионат России по боксу. Кто попал в национальную сборную и поедет на Олимпиаду 2020 года в Токио, расскажет Мастер Спорта. Десять новеньких Вест с красными подарочными бантами стояли около МТЛ-арены. Здесь проходил чемпионат России по боксу. Обладатели золотых медалей, кроме полумиллиона рублей, получили и одну из этих машин Тольяттинского автозавода. Свою «Ладу» в Дагестан увез и Шахабас Махмудов. Это его первая машина. Боксер выступал в двух зачетах – за родную республику и за Самарскую область. Я благодарен руководителю Федерации бокса Самарской области. Еще хотел бы сказать спасибо Мару Назаровичу Кремлеву за то, что он везде популяризирует спорт, именно бокс. С его приходом рост бокса стал очевиден. И стимул конкретный за такие призывица. Спасибо большое. Увидеть чемпионские поединки и познакомиться с легендами российского бокса пришли даже те, кто к спорту и к боксу в частности имеет опосредованное отношение. Подружки Елизавета Панова и Наталья Идыкина любят спорт. Смотреть по телевизору вместе с отцами. Положительных эмоций хватает на пару дней. Поэтому, когда узнали, что в НТЛ-арене проходит чемпионат страны по боксу, решили не пропустить это грандиозное зрелище. Финальные поединки их потрясли. Очень здорово, страшно, интересно. И очень интересно смотреть на бой. Очень интересно вообще посмотреть, поучаствовать в этом событии. А что вас привлекает в боксе? Сила. Сила, мужество, смелость. Ну и отчаяние в какой-то степени. Интересно, да, кто будет чемпионом, кто победит, кто будет сильнейший. Чемпионат России по боксу среди мужчин. Стартовал в субботу, 9 ноября в Самаре. Соревнования проходили в 10 весовых категориях. Чемпионы и восьмерка сильнейших в каждом весе попали в национальную команду на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в японском Токио. Спортсмены будут бороться за путевки весной в Лондоне. Боксеры здесь сильнейшие. Приедут в каждом весе по 32 боксера. Значит, турнир пойдет на высшем уровне. Постараемся правильно и честно определить состав национальной сборной команды для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Самару для проведения чемпионата страны по боксу выбрали не случайно. Федерация бокса России уже третий раз подряд проводит конкурс. В этом году было 15 регионов-претендентов. 63-й представил лучшую презентацию. Принимать гостей, принимать спортсменов столь высокого уровня, когда, как вы сказали, ставки столь велики, конечно, надо обеспечить максимально комфортные условия пребывания, предсоревновательные тренировки, выступления, этапы восстановления перед следующими боями, кто дальше проходит. Конечно, это тоже очень ответственная работа. В целом она проделана. В Самару приезжали действующие чемпионы мира, представители сборной России. Но они не участвовали в турнире. Как и приглашенные ветераны бокса, лидеры проехали по разным городам и селам области с мастер-классами и семинарами. Организаторы успокоили любителей бокса. В МТЛ-арене будет на кого посмотреть. Молодежь доказывала, что она достойна местом национальной сборной. К тому же на кону призовой фонд. Чемпиону получали по полмиллиона рублей, серебряные призеры по 300 и обладатели бронзовых медалей по 100 тысяч рублей. Поединки проходили ежедневно в две смены. Первая с полудня, вторая с пяти часов вечера. Самая трудная задача будет, наверное, сидящих людей слева, потому что главный тренер, который будет отвечать за состав сборной, и, конечно, правильное и объективное судейство под контролем наших олимпийских чемпионов, которые будут объективно смотреть, потому что вид спорта бокс субъективный. И вы сами знаете, часто бывает так сомнительно со стороны зала, как мы, зрители, смотрим тот или иной победитель. Шоу открытия чемпионата прошло субботним вечером среди почетных гостей руководства Федерации бокса России и правительства Самарской области. Открывал соревнование губернатор Дмитрий Азаров. Я очень рад, что имена чемпионов нашей родной земли создают условия для того, чтобы мы вновь и вновь принимали турнир высочайшего уровня, чемпионат России по боксу. Сегодня можно вспомнить имена Юдина, Шишова, Саитова, Алексеева. И этот перечень мы можем с вами продолжать. Но я уверен, что этот турнир откроет и новые имена звездных бойцов. Михаил Барсук мечтает стать звездой бокса. Но сначала нужно покорить спортивную Самару. Потом можно будет замахнуться на Россию, а затем выиграть чемпионат мира. Делится с отцом Валерием юный спортсмен. Конечно, основной состав национальной сборной и золото Олимпиады – предел всех мечтаний. А пока Михаил упорно тренируется. А чтобы вырасти в настоящего чемпиона, Михаил Барсук пришел посмотреть на финальные поединки боксеров и пообщаться с действующими чемпионами России. Я с детства мечтал стать чемпионом России, выступить именно в своем родном городе – Самаре и получить достижения новые и в то же время никуда не уезжать. И я в будущем планирую стать заслуженным мастером спорта по боксу и создать свой клуб. Самарский кандидат на Олимпиаду 2020 года Александр Шишунов о своем бойцовском клубе пока не мечтает. Боксер родом из села Васильевка, Безинчукского района. В прошлом году сражался на ринге среди молодежи, стал третьим. Потом были победы на международных и всероссийских турнирах. Чемпионату России страны среди мужчин готовился основательно, рассказал претендент на чемпионский титул. Его главная задача – попасть на Олимпиаду. В первом бою ему повезло. Чистая победа. Ну, самое сложное было, наверное, в первый раз участвовал на чемпионат России среди взрослых. Как бы переживал. Но, как бы, уверенность была в том, что я знал, что я трудился, как бы нигде не сочековал. И поэтому выиграл сегодня. Департамент спорта администрации городского округа Самара активно и регулярно поддерживает работу городской федерации бокса, рассказал спортивный чиновник, глава ведомства Дмитрий Чеканов. Поэтому пропустить бои самарских спортсменов он никак не мог. Уверен, после чемпионата России боксерские секции захлестнет волна начинающих спортсменов. Ведь бокс – это спорт настоящих мужчин. Да, это один из самых ярких, зрелищных, самых интересных, адреналиновых видов спорта. Я сам, как большой полковник единоборств, уделяю много времени и внимания подобным видам спорта. Любая популяризация любого вида спорта, она важна. Поэтому о событии, как чемпионат России, который проходит в нашем городе, конечно же, он должен придать импульс развитию и активизации, популяризации этого вида спорта. Поэтому я думаю, что это в любом случае какой-то импульс будет, и будет больше людей, больше вовлечений. И, в принципе, внимания к Самаре больше. Сборная Самарской области, как хозяйка турнира, выставила на соревнования 13 бойцов в 10 весовых категориях. Главные претенденты на Олимпиаду – Федоров, Абасов, Маркелов. Турнир очень сильный. Надеемся, что мы медали получим в 3-4 весах категории. Постараемся завоевать и золотую медаль. Увидеть предварительные бои можно было каждый день с полудня и до половины 10 вечера в МТЛ-арене. Совершенно бесплатно. А вот уже на финал чемпионата страны и закрытие турнира пришлось покупать билеты или доставать пригласительные. Имена чемпионов стали известны в субботу вечером 16 ноября. Посмотреть на чемпионов, взять автограф и сделать селфи приезжали гости с разных городов России. И бои запомнились, и сам чемпионат проходит на высшем уровне. Спасибо нашим организаторам, нашим самарской администрации, всем, кто именно принимал участие. Веса все, веса практически, там и легкие веса выступали очень красиво. Но мы следили за своими, конечно, естественно, за местными. Это 69. Наш участник – это Вахид Абасов, за кого мы и сегодня пришли болеть. Все тренерский состав, Стольятти и также все боксеры. В финальном поединке в среднем весе встретились два боксера Самарской области – Вахид Абасов и Шахабас Махмудов. Поединок получился равным. Судьи отдали победу Махмудову. Победа досталась очень тяжело. Соперник достойный. Бой был равный. Я доволен результатом. Титул значит многое. Чемпион России, предолимпийский чемпионат России. Сейчас есть хорошие шансы отобраться на Олимпиаду. Даст Бог, будем воспользоваться каждым шансом, который будет. Я выиграл бой, я так считаю. Потому что я честно сам с собой и с вами. Я думаю, что я победил. Но ничего личного к Шахабасу. Никому ничего не хочу сказать. Но я считаю, что все три раунда намного или на чуть-чуть я выиграл. А так всем огромное спасибо, что пришли поддерживать. Мне очень, правда, приятно. Всех люблю. Большое спасибо моим близким братьям, которые брат мой Иброхин приехал, брат Усам. Они приехали из Питера и каждый день за мной следят. Два месяца подготовки. Пять боев на чемпионате страны. После такой мясорубки, признаются боксеры, нужно как следует отдохнуть и восстановить силы. И уже потом готовиться к следующему этапу. Рейтинговому международному турниру в Лондоне. Нет, соревнования пройдут весной. Лидирующие страны – это Куба, Казахстан, Узбекистан. Еще есть страны, конечно, сейчас все в голову не придет. Ну, скажу, просто не будет. Будет очень сложно, конечно. Будем готовиться и настраиваться. Золото, серебро и бронза. Самарская область на домашнем чемпионате России выиграла три медали. И еще одно достижение. В сборную страны попал тяжеловес Артем Сусуньков. Итого четыре спортсмена поедут на отборочные соревнования за путевками на Олимпиаду 20-го года в Токио. Здесь у нас будет, за Самарскую область, будет на Олимпийские игры. Это же просто превосходно. В последний раз в истории, когда вы ездили в Самарские на Олимпиаду? Это Олег Саитов у нас. Олег Олег Павич Саитов. В последний раз, да? В 2004 году он третье место занял. После этого у нас и Россию никто не выиграл. А вот сейчас, вот так вот, что у нас результат хороший на этой России у нас. Первое, второе, третье. Полный комплект. Кроме спортивных наград, призеры еще и хорошо заработали на Самарском чемпионате России. За третье место чек 100 тысяч рублей. За второе 300. Чемпион уехал на Ладо-Вести и увез полмиллиона рублей. Наша Волгская земля стала территорией бокса. И, наверное, территорией бокса не только нашей страны, потому что такое большое количество мастеров кожаной перчатки. Это 300 лучших спортсменов из 58 регионов России съехались сюда, в Самару, для того, чтобы без компромиссных поединков выяснить, кто является лучшим, кто является наиболее достойным. И праздник спортивный удался. В категории до 81 килограмма боксеры подарили зрителям незабываемый и красивый бой. Все были в напряжении до оглашения результатов. Ясно, не было до последней секунды, кто же победит. Но все же в последний момент Имам Хатаев завоевал золотую медаль и пояс чемпиона. Среди супертяжеловесов победил 26-летний боксер Иван Верясов. Бой был одним из самых зрелищных. Раздача призов закончилась ближе к полуночи. Зрители спортивным праздником в Самаре остались довольны. Здорово, все понравилось. Чемпионат сильно организован. Здорово, смотреть интересно. Большим интересом ожидаем сегодня финалов. Проявление победителей. В общем зачете национального чемпионата по боксу победил Хантамансийский автономный округ. Второе место заняла команда Московской области. Третье – Республика Дагестан. А на сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта расскажет еще все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова